На строительство непроницаемого железного занавеса у советских властей ушло чуть больше 17 лет. Окончательно границу закрыл Сталин своим законом от 9 июня 1935 года, который приравнял побег из Советского Союза к предательству Родины. Бегство или перелет за границу караются высшей мерой уголовного наказания. Расстрелом с конфискацией всего имущества было сказано в законе. Все близкие совершеннолетние родственники беглеца в лучшем случае лишались избирательного права и отправлялись в пятилетнюю ссылку в Сибирь. В худшем приговаривались к 10 годам заключения с полной конфискацией. Сталинская конституция 1936 года, которая действовала больше 40 лет, право на свободу передвижений не гарантировала. В ней об этом не было ни слова. Строить занавес большевики начали через два месяца после Октябрьской революции 1917-го. Инструкция комиссарам в пограничных пунктах Российской республики предписывала для выезда за рубеж иметь при себе загранпаспорт и специальное разрешение иностранного отдела комиссариата по внутренним делам или комиссариата по иностранным делам. Для большевиков тогда была выгодная миграция недовольных, но с соблюдением особых инструкций. Покинуть родину разрешалось, а вот взять с собой драгоценные металлы, камни, украшения, оружие, дорогую одежду и большую сумму денег – нет. Все это подлежало конфискации. В январе 1918-го вышел декрет о бесхозном имуществе, по которому большевики присвоили себе все, что оставили в стране уехавшие. Чтобы закрепить результат, Ленин даже предлагал казнить иммигрантов, которые попытаются нелегально вернуться в Советскую Россию. Но съезд тогда проголосовал против этой инициативы. Начиная с 1920-го года для выезда за границу нужно было получать все больше и больше специальных разрешений. Народного комиссариата по иностранным делам, особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией с саботажем и даже политбюро ЦК РКПБ. С 1925-го года о соседних странах говорили уже не иначе, как о враждебном капиталистическом окружении. Сталинский железный занавес продержался 56 лет. До 20 мая 1991-го года тогда новый Горбачевский закон о порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР вернул людям давно отнятое право на свободу передвижения и Европу с Америкой накрыло волной бывших советских граждан. СССР Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова